С начала 2022 года нуждающимся в предоставлении жилья сиротам, муниципалитетам было выделено 12 квартир в районном центре и одна в городском поселении Таёжный. Причём вместе с новым жильём администрация советского района всё чаще выкупает у граждан для этих целей так называемую вторичку. Правда, к таким квартирам предъявляется ряд требований. Должно быть не менее 33 квадратных метров площади. В нём должен быть выполнен качественный косметический ремонт. Оно должно отвечать требованиям санитарным, техническим. Жилое помещение обследуется соответствующей комиссией, для чего делается вывод о целесообразности и соответствии жилья заявленным целям на приобретение. Жилое помещение, предоставленное студентке третьего курса Советского политехнического колледжа Ольге Плаксиной, предусмотренным нормативами и требованием, соответствует в полной мере. Спустя всего несколько месяцев после достижения 18-летия Ольга уже впервые открыла двери собственной квартиры. Очень символично будет, если сама первая откроешь и уже на правах хозяйки будешь гостей запускать. Прежние хозяева оказались людьми с широкой душой и помимо прекрасного ремонта с интересными дизайнерскими решениями и декоративными элементами оставили в жилом помещении кухонный гарнитур с новой вытяжкой, совсем недешёвый фильтр для очистки воды, роутер для высокоскоростного интернета, оригинальные светильники. Всё очень красивое, светлое, довольно просторное. Я думала, совсем просто будет. Не ожидала, что прям всё так красиво будет и то, что даже какую-то мебель оставят. Скажи, пожалуйста, а у тебя тоже есть что-то, что мебель какая-то, холодильник, что сюда завозить? Где будешь брать, куда ставить? Да, у меня есть уже стенка, диван, стол на кухне, но холодильник пока ещё не купили. Наверное, на этой стороне расположу стенку, а там диван или наоборот. А уроки делать где будешь? За столом на кухне пока что. Ещё одним приятным бонусом для хозяйки квартиры стала сданная в эксплуатацию буквально несколько дней назад шикарная спортивная игровая и прогулочная площадка с массой разнообразных зон и элементов, прекрасный вид на которую открывается с балкона. А сразу за новой общественной территорией видны окна мамы в доме напротив, которые, кстати, очень рады и этому обстоятельству, и вообще оперативности работы всех соответствующих служб муниципалитета. Кстати, семья переехала в Югру из Курганской области только в прошлом году. В Курганской области, Макушинский район, мы бы, если жили там, ждали бы квартиру лет 10. Это точно. Позвонили дня три назад, сообщили. В общем, мы обрадовались. Всё хорошо. Ну, сколько? В марте нам исполнилось 18 лет. Совсем чуть-чуть ждали. Огромное спасибо всем, всей администрации Советского района и опеке нашей, что так всё произошло быстро. В настоящее время Департаментом государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа уже приобретены и готовятся к предоставлению этой категории граждан ещё семь жилых помещений на территории муниципалитета. На оставшиеся 10 квартир для сирот объявлены конкурсные процедуры. Таким образом, до конца декабря администрация Советского района планирует полностью закрыть годовую потребность в квадратных метрах.